Итак, всем привет! Доброго дня! С вами Ирина Милова. И сегодня у нас в гостях очень интересная собеседница. Зовут ее Вероника Толпекина. Вероника – это коуч, это эксперт по раскрытию лидерского потенциала, организатор и ведущая бизнес-мероприятий, конференции и выездных тренингов. Вероника, я вас приветствую! Здравствуйте, Ирина! Итак, мы начинаем. Я думаю, что у нас будет очень интересное интервью, потому что еще Вероника – мама двоих детей. Скажите нам, пожалуйста, расскажите в нескольких словах о том, как вы пришли к тому, чем вы сейчас занимаетесь, и что помогло вам стать экспертом. Пришла самым обычным образом. Очень многие женщины приходят именно таким образом в инфобизнес. Конечно, если речь идет об инфобизнесе, то это именно им я сейчас занимаюсь. Я находилась в отпуске по уходу за ребенком. Ребенку было еще достаточно мало лет, но я уже была достаточно в силах, чтобы понять, что мне надо каким-то образом где-то себя реализовать. меня заинтересовал именно инфобизнес. Началось все, конечно, на примере других девушек, которые также, будучи мамами молодыми, вошли в инфобизнес. Очень показательно было появление реалити-шоу «На свободу», которые провели Ходченко, Файвенга и Летушо в Испании. И вот на примере этих девушек, которые там были, там были не только девушки, я решила, что, наверное, для меня вот как раз такое вхождение в инфобизнес через тренинг, через реалити-шоу именно выездное, с погружением, будет самое эффективное. И когда стали набирать выездный тренинг на «Свободу-2», который проходил в Таиланде уже более масштабный, я сразу согласилась. Это было, конечно, спонтанное решение, но, тем не менее, оно вызрело уже в процессе. Времени было достаточно много, и я, вступив, стала искать деньги, во-первых, на осуществление этой своей поездки. И потом, когда я прошла этот тренинг, после этого я фактически очень быстро стартовала, буквально сразу же после окончания этого реалити-шоу у меня запустился первый мой проект новый. И, как сказал Ходченков, метеором влетела в инфопространство. Вот. Так вот все, всего этого пошло. Как я стала экспертом? Экспертом я, наверное, стала уже достаточно давно, потому что вся моя жизнь, в общем-то, подтверждает мою экспертность. Но когда-то один из моих учителей сказал, что если вы хотите доказать другим людям свою экспертность, необходимо иметь три вещи. Пять пройденных тренингов или курсов по тематике своей экспертности, пять созданных тренингов или курсов по тематике вашей экспертности и пять интервью с экспертными в вашей нише. Поэтому тренинги у меня были пройдены уже и по лидерству, и по личностному росту, и очень много в жизни было достигнуто за это время. Свои какие-то курсы тоже были проведены. Как раз за то время, пока я готовилась к выездному тренингу, я провела несколько флешмобов для... именно в онлайне уже. Я провела, даже участвовала в роли капитана лидерских программ. И, в общем-то, тоже в этом, с одной стороны, даже преуспела. Не было только пяти интервью, но это, как оказалось, дело наживное, и они послужили основой, когда я собрала пять интервью. Собрала пять интервью как раз тех самых девушек, которые участвовали в первом шоу «На свободу», посчитав, что они эксперты, раз они прошли через это. И так появилась моя... мой первый инфопродукт, моя первая книга «Так рождаются лидеры». Как рождаются лидеры, вот так. Ну и все, с этого все и началось. Но я считаю, что я эксперт не только в лидерстве. И очень многие спрашивают, что как вы, женщина, вообще как вы, женщина, можете себя позиционировать лидером. Не женское это дело. Вообще еще и мужиков учить этому. Но очень я столкнулась еще с такими догмами, что оказывается, многие считают, что лидер – это человек, который может только командовать, вести за собой отряды, командовать, возглавлять какие-то организации, корпорации, быть руководителем. Но на самом деле это не так. Совершенно не обязательно иметь большую должность, хотя, в общем-то, лидерство к этому тяготей. Но совсем не обязательно. Мне кажется, лидер – это тот человек, который является просто хозяином своей жизни. Когда у такого человека сбывается абсолютно все то, что он хочет. Человек поставил цель, назначил себе срок, и в определенное время эта цель у него достигнута. И дальше, дальше, дальше больше. Он просто живет так, как он хочет. И проживает именно свою жизнь, а не чужую. Вот это, на мой взгляд, лидер. Поэтому, если рассматривать лидерство с такой позиции, с обыкновенной житейской позиции, то я считаю, что я вполне являюсь экспертом для того, чтобы учить этому и женщин, и мужчин. Какая разница? Я ответила на ваш вопрос? Я думаю, да. Вы с избытком ответили нам на этот вопрос. Показали на своем примере, как это можно сделать. И я вижу то, что происходит сейчас. А что сейчас происходит? Я беру у вас интервью. Вы готовите ужин. Рядом с вами дети. Вы находитесь на отдыхе. То есть вот это действительно, вот то, что происходит в жизни. То есть то, что вы говорите, то оно и происходит. Тем вы и живете. А скажите, что нужно делать, что еще нужно делать, чтобы совмещать бизнес, семью, детей и быть счастливой? Что вы посоветуете? Может быть, какие-то, скажем, три каких-то основных таких момента обозначите для наших слушателей? А что нужно делать или каким быть? Что нужно делать, каким нужно быть, да, что нужно успевать, может быть, что как-то нужно распределять в своей жизни, чтобы... Ну, так вот нужно подумать над самим вопросом, наверное, понимаете? Одно дело, что нужно делать. Я вам скажу, что нужно делать, никто этого делать не будет. Большинство активы 5 процессов. Давайте так, что делает коуч Вероника Толпекина? Ну, перед тем, чтобы делать, я, в общем-то, становлюсь тем человеком, который может это сделать. Я просто нахожусь в том качественном состоянии. Есть формула, достаточно такая распространенная, известная, быть, делать, иметь. Если ты хочешь что-то иметь, безусловно, нужно сделать какие-то действия. Но чтобы сделать правильные действия, которые в кратчайший срок приведут тебя к цели, тебе нужно быть тем человеком, который способен эти действия сделать. Поэтому очень многие люди исключают из своего сознания понятие быть. из этой формулы. Люди просто не понимают, что значит быть. Ну, понятно, что нужно делать, и конкретно есть шаги для достижения цели, а шаги-то не делаются. Или делаются, но не так, и не доделаются, и все бросается. Такое бывает ведь, да? Мне кажется, достаточно часто. Я очень часто сталкиваюсь с тем, что у человека стоит цель, которая идет вместо предполагаемых месяца-двух, идет годами к ней. Я думаю, бывает, потому что это имеет отношение к осознанности, да? Живем мы осознанно или неосознанно. Вот, а чтобы прийти к осознанности, надо, чтобы человек понимал, что недостаточно предположить, что что-то нужно сделать, нужно быть человеком. То есть, это своего рода такой толчок и некая, действительно, готовность стартовать. Ну, например, если в вашей жизни вас окружает депрессивное окружение, и сами вы, я не буду сейчас говорить, как говорит Александр Белановский, или как Павел Колесов, но очень метко, метко, очень не хочется использовать это слово, но очень метко, унылое говно. Да, и если вы при всем при этом хотите там за год открыть себе фирму, чтобы заработать себе на квартиру и отдыхать три раза в год в каких-то жарких странах с их семьей, это очень такая хорошая, смелая такая цель, и она вполне выполнимая, на мой взгляд. Но если вы то самое унылое говно, то, скорее всего, вы не готовы делать даже и начинать те действия, которые приведут вас к этим целям. Для этого нужно прийти в определенное качественное состояние. Качественное состояние задает вопрос, сколько нужно тренировать те качества, которые необходимы для достижения этой цели. А какие это, собственно говоря, качества? Когда мы с людьми начинаем общаться, выясняется, что у них даже лексика на этот счет не развита. Они не знают, как это назвать. То есть они не знают такие слова, как целеустремленный, радостный, энергичный, рискующий, смелый. То есть у них даже в голову это не приходит. А вы что, когда они никогда не слышали таких слов? Слышал. Никогда не употребляли, не ощущали себя таким. Выяснялось, что когда-то ощущали. Очень легко на самом деле понять, убедиться в этом. Знаете, какой момент? Когда мы наблюдаем за детьми до трех лет. Вот у меня ребенку, ему три года. Я, собственно говоря, смотрю на него. Вот он бежит, например, да? Он бежит, 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 споркнулся, упал. Если мы будем рассматривать его с позиции взрослого человека, то любой взрослый человек, упав, ошибившись, ушибившись, встает и больше туда никогда не пойдет. Скажет, все, там больно, я туда больше не пойду. Ребенок встает, потрет коленку свою ушибленную, вытрет слезы и побежит дальше, потому что ему туда надо. Соответственно, он проявляет те самые качества, которые ведут его к цели. Это целеустремленность, это риск, это смелость, это энергичность, позитивность, то есть вот тот самый оптимизм, о котором мы все так любим говорить. И в этом случае встает вопрос, а вы сами-то детьми когда-нибудь были? Были. А до трех лет детьми были? Были. А как вы думаете, если вы были детьми, у вас эти качества есть или нет? Есть. Куда делись? Наверное, никуда. А как их оттренировать, чтобы они начали проявляться? Да никак. Они у вас уже есть. Просто начинайте такими быть и все. Это вы выбираете, каким вы будете, нулым говном или, там, я не знаю, энерджайзером. Вы сами для себя можете аватар придумать. Кто я сейчас, нулое говно или энерджайзер? Каким вам выгоднее быть сейчас, чтобы достичь цели? Ну, наверное, вот таким. Ну, все начинает таким быть. Это, ну, бегло так, в нескольких словах. Поэтому вот в трех, три качества у меня не получилось назвать. У меня так это все достаточно получилось размыто. Но чтобы не говорить много, я вот решила, что, наверное, правильнее будет сказать вот так вот. А если я попрошу вас вспомнить то, что вот какие-то были когда моменты, которые, ну, скажем, разочарования, да? Вот малыш упал, заплакал. Ну да. Когда вам приходилось что-то такое преодолевать, скажем, в себе, как вы с этим справлялись? Что вам помогало? Ну, когда это было первый раз, конечно, это было больно. И была мысль больше никуда не идти, остаться там, где есть. Вот в том-то и дело, что, скажем так, смотря кого ты будешь слушать. Если ты будешь слушать тех, кто говорит, не ходи туда, так мы такие вещи слышим вот буквально с детства. Почему мы у нас не закрываемся? Почему у нас уходят вот эти, прячутся эти качества? И на нас как будто вот панцирь нарастает. Потому что сначала нам родители говорят, не ходи, упадешь. Не лезь, упадешь. Туда не ходи, нельзя. Вот все что угодно нельзя. А вот так если разобраться, почему нельзя-то? Почему нельзя? Можно, иди, сделай, попробуй. А вдруг понравится, а вдруг получится. И научив нас потом в школе, таким быть хорошо, а вот таким быть плохо. Ну, вот это вот все, вот эти догмы на нас как бы нарастают, получается. И когда мы приходим во взрослое состояние, ушибив коленку, вспомнив о том, что нам все со всех сторон советуют, мы сами начинаем бежать за советом, потому что мозгов-то у нас нет, конечно же, да? Все мозги у наших, и все вокруг знают, как тебе жить, только ты сам не знаешь. И в этот момент мы начинаем слушать всех подряд, не слушая себя. И поэтому, а все говорят, не делай этого, не надо, не ходи, будет больно, на эти же грабли и так далее. Можно сделать так. Тогда, возможно, второй раз больно не будет, вообще ничего не будет, собственно говоря, в жизни-то. Можно сделать иначе, можно учесть какие-то ошибки и идти дальше. Вот, то есть, собственно, те же самые мнения людей, окружения, запросить не как совет на всю оставшуюся жизнь, а запросить просто как обратную связь, послушать, что скажут люди, сделать выводы, идти дальше. Вот, поэтому поначалу было да, поначалу было непонятно, поначалу пару раз послушав кого-то и не получив желаемого результата, поняла, что живут я не своей жизнью, а чужой, раз я делаю так, как говорят, чужие. Вероника, а скажите, вот в такие моменты, что для вас было такой поддержкой? Являлась ли это, допустим, смена окружения, когда вы приняли решение и уехали принимать участие в реалити-шоу в Таиланде, либо вы выбрали в этот момент наставника, либо вы обратились к работе индивидуально один на один. Что вы можете порекомендовать тем молодым женщинам, которые создали семью, которые мамочками стали, кто-то из них, может быть, еще в декретном отпуске у нас находится, и они хотят начать вот этот путь? Ну, у меня особая история, я уже была прокачана. Я приехала на реалити-шоу и первое, что я увидела, что там львиная доля людей, из которых вообще ничего не получится. То есть там были люди, которые делать иметь, но быть не готовы, понимаете? И поэтому из того же самого реалити-шоу, да это абсолютно нормально, из любого тренинга выходит от силы 5% людей, которые потом начинают в жизни это применять и чего-то достигают с помощью этого. Остальные сливаются. Поэтому это тоже абсолютно нормально. То, что я могу пожелать тем, которые… Да, я, соответственно, была такая вся прокачанная, приехала, я уже прекрасно понимала, что мне действовать, как мне вообще по ситуации себя вести. И, ну, скажем, для меня-то было все понятно. Что посоветовать тем, у которых нет такой прокачки? Вы уж выбирайте, как вам комфортно в данной ситуации, насколько позволяет вам ваши возможности. Ну, могу сказать, что тренинг, безусловно, полезен, да, но в тренинге там нет индивидуального подхода, безусловно. Тут вы, если вы готовы в группе, в команде работать, если вы командный игрок, и плюс еще у вас есть некая жилка соревновательская, если вы любите это быть, а вот стану-ка я круче, сейчас стану-ка я первой, то да, вот в тренинге тогда это круто, да. Если вы не надеетесь на какой-то свой потенциал, да, то в этом случае, может быть, да, имеет смысл взять наставника, консультанта, не знаю, кого угодно, коуча, в конце концов, чтобы мотивировал, поддерживал и очень быстро помогал прийти к какому-то верному решению. Да, в этом случае это, конечно, поможет, и работа будет в данной ситуации индивидуальная. Насчет окружения, ну, полностью окружение, конечно, не искоренишь, и если вы начинаете этот инфобизнес в том окружении, в котором вы живете, то вряд ли кто-то вот будет на 100% за руками и ногами, чтобы вы этим занимались. Скорее всего, будут и непонимания, и, ну, скажем, будут люди отговаривать и не понимать вообще, чем вы занимаетесь и зачем вам это нужно. Ну, тем более, если это женщины, мамочки, первое, что они будут слышать, не занимайся дурью, займись ребенком. У тебя есть семья, занимайся мужем. Вот. Дом, кухня, дети, как немцы говорят. Но в этом случае, может быть, да, имеет смысл завести какое-то поддерживающее окружение, которое будет подбадривать. В этом случае может быть тот же самый тренер, это может быть и коучи, или же просто коллеги. То есть вариться в этой тусовке надо начать, чтобы появились новые друзья. И то, и другое, и третье, да, оно помогает. Но если вы не будете работать над собой и будете только полагаться на то, что, ну, вот сейчас я приду в тренинг, сейчас меня дадут мне пинок волшебный, сейчас меня дотянут за уши, сейчас меня поддержат. Ну, хорошо, на время тренинга это сработает. А дальше-то как? А дальше у вас никто не будет ни поддерживать, ни пинать, ни так далее. В любом случае, даже если у вас будет наставник или коуч, работать-то придется все равно вам. Все равно делать придется все вам. И никто в вашей жизни не будет вам все оставшееся время закладывать вам, покушать в рот, да проталкивать, чтобы вы только проглотили. Придется что-то и самим какие-то усилия приложить. А вот готовы к этому вы или не готовы, это уже вы сами себя спросите. Вот так вот, дорогие мамочки. Да, согласно концепции, понятие ответственности, да, с ней мы идем к любому за помощью, коучу, наставнику мы идем, ответственность на нас, за наше действие, за наше состояние, за то, что мы имеем. Это не просто будет ответственность, это будет еще и выигрыш ваш, и победа ваша, не коуча, не наставника, а именно вас, чтобы вы это понимали. Не коуч за вас будет достигать цели, а вы будете достигать. Так, хочу задать вам два вопроса о бизнесе. А подскажите, какие бы вы выделили три самых важных момента, без которых бизнес, успех в бизнесе невозможен? А почему три? Три, чтобы, чтобы, потому что можно много об этом говорить, а вот возможно есть какие-то прямо вот ключевые для вас, может быть их пять, может быть это вообще один момент, может быть это состояние, что это для вас? Ключевой момент, который обеспечивает успешность в бизнесе? Да. Может быть это команда, может быть это вот наоборот, ваша клиента, которая воспитает и является для вас таким мотиватором, то для меня это любовь к себе. Любовь к себе. Да. То есть если я понимаю, что я пришла в эту жизнь жить, соответственно мне хочется жить так, чтобы мне нравилось жить, и все, что меня окружает, тоже мне нравилось, и вообще, чтобы у меня сбывалось все, что мне нравится. Это значит дело, которым я должна заниматься, тоже должно мне нравиться, потому что я люблю себя, я люблю свое время, я люблю, ну скажем так, мне жалко в данной ситуации будет себя, бедную несчастную, которая потратит часть своей жизни на нелюбимую работу, на нелюбимых людей, которые будут у меня там рядом со мной жить, да, да в конце концов на какое-то место, которое мне не нравится, мебель, которая меня окружает, и мне не нравится. То есть вот из любви к себе в первую очередь я, наверное, вот это и есть движущей силой, я начинаю вокруг себя создавать некий мир, который мне нравится. И остальные люди, собственно говоря, они уже там сами для себя выбирают, если они вписываются в то, что мне нравится, супер, значит мы идем по жизни дальше, если нет, ну придется им жить как-то так в параллельном мире. Вот и все. Хочу задать еще один вопрос, перед тем, как мы завершим наше интервью, я отпущу вас к детям. Скажите, вы работали когда-то по найму? Да, было такое. Было такое. Некоторые из наших слушателей, они как раз находятся в таком состоянии, у них есть дилемма, у них есть дилемма, как мне оставить вот это теплое местечко, вот этот коллектив сложившийся, вот эту какую-то определенную степень комфорта, да, уровень зарплаты, дохода, который мы имеем ежемесячно, как это все оставить и уйти в никуда, броситься с головой в новую жизнь. Друзья мои, если вы задаетесь таким вопросом, ну первое мое вам слово, да никак, не оставляйте, живите по-прежнему в вашем теплом местечке, если вы уже задаетесь этим вопросом. Потому что, если вы ждете от меня рецепт, как бы вам комфортно из одного состояния перевести в другое, я сразу предупреждаю, такого рецепта нет, будет очень дискомфортно. И если вы действительно боитесь, и для вас это очень важно, закрыть свои базовые потребности, если у вас действительно такой риск, что вы останетесь без еды, если вы сейчас уйдете с этого места и начнете работать, да, то, ну да, возможно, вы будете голодать, возможно, вы прогорите, возможно, у вас не получится первый запах, такое тоже может быть, бизнес – это риск. А что делать? К этому надо осознанно идти. Поэтому в данной ситуации либо продолжайте закрывать свои базовые потребности, живите так, как хотите, либо придумайте какой-нибудь вариант, когда у вас, например, во время вашего обучения и вашего старта будут, кто-то вас будет поддерживать, как вариант, да. Если вы все-таки уже приняли решение, что да, вы готовы, но вы сейчас вот еще у вас бизнеса нет, но вы готовы уже начать и побыть в этом состоянии, потренироваться, пожалуйста, тренировку я вам подскажу. Кем бы вы сейчас не работали, чем бы вы не занимались, откажитесь от оклада. Вот неважно, кем вы работаете. Идите к своему начальнику и скажите, все, я отказываюсь от оклада, я отныне готова быть на проценте и зарабатывать, работать так, чтобы заработать и стремиться заработать больше. Пускай ваша заработная плата, которую вы будете получать, будет именно из процента состоять. И тогда вы поймете, насколько много, оказывается, зависит от вас и от вашего заработка. Или перейдите на ту работу, которая будет приносить вам только процент. Просто откажитесь от оклада. Тогда вы поймете, что значит работать, имея свой бизнес. Когда вы весь свой, ну скажем так, начальный капитал, который даже будете зарабатывать, будете практически полностью, ну может быть так и не будет, но поначалу будут все равно небольшие суммы, скорее всего. Будете раздавать на зарплаты сотрудникам или там своей команде, на расходы на какие-то и так далее. А себе будет оставаться совсем немного. И ваша задача будет так провести вебинар, так продать, чтобы вас купили, и вам было на что кормить вашу семью, понимаете? Чтобы у вас были деньги, достойные вас. Поэтому это вот дело такое. Я-то ведь прекрасно знаю, что за категория мамы с детьми. Насколько они, ну пускай они обижаются, а может и нет, не обидятся. Это всего лишь обратная связь и мои наблюдения. Насколько они ленивые и пассивные. И нужно иметь действительно очень классную, очень клевую мотивацию для того, чтобы это начать именно маме с ребенком. У меня такая мотивация была. Если это мотивация у ваших мам, я не знаю. А что для вас было этой мотивацией? У меня как раз все, я была ответственна за все. И все мои базовые потребности покрывала только я. Я одна воспитывала своих детей. Без чьей-либо помощи. Только всего. И это была моя отличная мотивация. Я могу добавить, что исходя из своего опыта и общаясь с теми клиентами, которые живут в семье и которые находятся в декретном отпуске, как мамочки, они на самом деле довольно часто страдают от того, что они что-то утеряли. Понимаете, что они чувствуют себя немножко такими изгоями в жизни в этой, что они находятся, что они создают для себя вот эти вот искусственные рамки. И поэтому они, конечно, у них есть большое желание выйти, да, их раздвинуть и окунуться во все то, что называется собственное дело, в то, что им дает действительно возможность себя саморедизовать. Поэтому я думаю, что вот те советы и те откровенные моменты, которые вы озвучили, они будут им очень полезны. Поэтому я благодарю вас за это интервью и напоминаю нашим слушателям, что сегодня с нами была Вероника Толпекина, коуч, организатор онлайн-конференции и тренингов, мамочка двоих детей, которая ведет свой собственный бизнес. Большое спасибо за то, что вы были с нами. И еще я хочу спросить, а где можно о вас более подробно узнать? Какой сайт вы назовете для наших слушателей? Я назову два сайта. Первый сайт – это мой сайт-визитка, там можно почитать отзывы моих учеников и партнеров. Называется он «Академия лидерства». Звучит так – академ-лидер.ру. И второй сайт называется «Блог Пилигрима». Я там рассказываю свои путешествия, потому что это лайфстайл бизнесмена. Я могу работать из любой точки мира. Я много путешествую, и одна я с детьми, и с командой, и с компаниями, и по работе, и вне работы, и отпуски провожу. Поэтому он звучит так – «блог-пилигрима.ру». Там можно почитать уже не о мне, как о бизнес-леде, а просто как о человеке. Ну и я там делюсь какими-то фишками, как путешествовать свободно. Вот. Можно почитать там. Спасибо большое, Вероника. С вами была Ирина Милова. И друзья, до новых встреч, до следующих интервью. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok